Не все летние кафе откроются к майским праздникам. Коммерсанты, которые планируют расположить заведение на муниципальной земле, боятся не успеть получить разрешение. Процедура с этого года изменилась. С мэрией нужно не только заключить договор, но и при необходимости участвовать в торгах. Вероника Иванова узнавала подробности. За столами кафе, пока что не летнего, новосибирские рестораторы, депутаты и чиновники обсуждают новые правила размещения сезонных заведений. Главный вопрос – как не потерять несколько теплых месяцев в погоне за разрешением на работу? Раньше все делалось через администрацию. У нас, в частности, у меня это центральный округ, где-то это районная администрация. Сейчас это все делается через мэрию, через земельный комитет. И это занимает большее количество времени. В том числе, там есть такой момент, как участие в торговском. В случае, на этот участок заявляется кто-то еще. Новшества связаны с тем, что летние кафе теперь не мобильные, а стационарные объекты. И даже если претендент на место один, договор аренды заключают в среднем в течение 30 дней. Максимум на 5 лет. В случае торгов все затягивается минимум на месяц. Предприниматели, которые желают принять участие в акционе, они на конверте с исполнением всех конкурсов. Конкурс – это не только деньги. Там могут быть еще какие-то условия, которые разрабатывает специальная комиссия. И так, там прописывается сумма. Победитель, который выполнил все остальные условия, победитель определяется все-таки по стоимости. Кто больше дает стоимость арендной платы за год. И чтобы открыть веранду в срок, заявки рестораторам советуют подавать как можно раньше. 70 компаний уже заявили о своем желании. Тем, кто в новшествах еще не разобрался, готовы помочь. Сегодня мы увидели представительство абсолютно разных структур. И для того, что мы в свою очередь готовы содействовать в этих коммуникациях, садить за один стол переговоров и представителей власти, исполнителей, представителей приглашать и, конечно, представителей бизнеса. Заявку с точки зрения безопасности оценивает много инстанций. Поэтому процесс долгий. Зато схема более прозрачная. Зато становится понятно, в какие двери стучатся. Потому что я много лет занимаюсь подобным бизнесом. И с каждым годом чувствуется, что законы становятся чуть жестче. Но они становятся более рекоментированы. То есть ты реально понимаешь, что делать. Коммерсанты уже ждут прибыльных майских праздников. Спрос на сезонные заведения, по их словам, будет в любом случае. Лето в Сибири короткое. Вероника Иванова, Олег Кролевец. Новосибирские новости.